Сема сегодняшней программы волнует не только женщин, но и даже мужчин. Любая женщина, ну, наверное, среднего круга может позволить себе пластическую хирургию. А вот за кулисами до начала программы рук было больше. Хочу грудь себе сделать, но не решаюсь пока. Здравствуйте, вы смотрите ток-шоу «Супер Мама» на телеканале М-Телевизион. Сегодня здоровый образ жизни и повышение уровня рождаемости – это одни из основных вопросов, которые ставятся перед людьми не только в нашей стране, но и во всем мире. Концепция сбережения населения, профилактика и охрана здоровья матери и ребенка, а также самые актуальные злободневные вопросы, волнующие всех современных женщин – ток-шоу телеканала М-Телевизион «Супер Мама». Тема сегодняшней программы очень горяча. Пластика – попытка продлить молодость или жизненная необходимость. Я хочу представить партнеров нашей сегодняшней программы. Это Шорнина Наталья Юрьевна, заведующая отделением пластической и эстетической хирургии клинического госпиталя «Мать и дитя». Тамара Петровна Чебаева – психолог, владелица Wellness Studio Slim Club. Аида Салимова – владелица семейного клуба «Любящие сердца». И спикеры программы – владелица Concept Store Must Have Светлана Егорова. Анетта Отман – владелица клуба красоты «Имиджмейкер». Гульнара Домрачева – главный врач клиники «Секреты совершенства». Директор детского центра «Точка роста» Виктория Нургалеева. И председатель российского общественного движения «Матери России» Гульнара Фархудинова. Я думаю, что тема сегодняшней программы волнует не только женщин, но и даже мужчин. Поэтому задавайте сегодня максимальное количество вопросов, ведь это очень-очень нам интересно. Но тем не менее женщины очень часто боятся спросить, стесняются или какие-то другие мотивы. Наталья Юрьевна, насколько процветает сегодня пластическая хирургия не только в мире, но и в нашем городе? Поскольку кого не спросишь, у всех какие-то пожелания. Я хочу изменить нос, хочу грудь, хочу бедра, ноги, все-все-все, глаза новые. Как обстоят дела с пластикой сегодня? Я знаю, что вы абсолютно заняты с утра до ночи. И сегодня мы ждали вас на программу, и вы буквально закончили только что пластическую операцию. То есть работы с утра до вечера. В принципе, мы давно уже пошли вперед большими-большими темпами. И пластическая хирургия, которая была когда-то за рамками чего-то, чего-то, сейчас уже просто стала нашей жизнью. Женщины начали на себя обращать внимание, начали ходить к косметологам, начали приходить к нам, к пластическим хирургам. Просто, ну, действительно, наверное, поменялось отношение к жизни, поменялось, наверное, отношение людей к самим себе. Знаете, год назад один известный пластический хирург сказал мне, что пластика сегодня для женщин – это как сходить в магазин. Ну, я не могу совсем согласиться с этим. Ну, как-то, уж совсем, может быть, утрировано, но, тем не менее, очень много женщин делают… Более, да, доступная, я могу сказать, более как бы желаемая, более… Ну, наверное, просто она стала действительно доступной, люди стали понимать, что это можно сделать, это не так страшно, несмотря на то, что телевизионные программы нас периодически всех пугают. И не только простых, но и нас, хирургов, пугают, в общем-то. Поэтому, но, тем не менее, мы не можем стоять на месте. Конечно, количество людей, желающих обратиться к нам, возрастает из года в год. Что значит «стало более доступной» в плане цены и почему раньше была недоступна? Она стала более доступной даже в плане отношения к жизни, я бы сказала так. Если это было когда-то чем-то таким, которое считалось, что могут позволить себе люди другого круга, другого достатка, то сейчас, в принципе, я считаю, что любая женщина, ну, наверное, среднего круга может позволить себе пластическую хирургию, может себе косметолога позволить, ну, может позволить себе выглядеть хорошо, скажем так. Пластика – это оперативное вмешательство, направленное на устранение деформаций и дефектов какого-либо органа или поверхности человеческого тела. Ежегодно в мире проводится более 17 миллионов пластических операций, среди них более 8,5 миллионов с хирургическим вмешательством. По статистике, самыми популярными в мире техниками пластической хирургии является липосакция – около 19%, увеличение груди – 17%, коррекция век – 13%, коррекция носа – 9%. Наибольшее число этих операций проводится в США, Бразилии, Китае, Мексике и Японии. А среди техник эстетической медицины без хирургического вмешательства самыми популярными являются инъекции ботокса – 33%, инъекции гиалуроновой кислоты – 20%, лазерная депиляция – 13%, а также лазерные техники, омолаживающие кожу – 5%. В России самыми популярными пластическими операциями являются ринопластика – 23,5%, липосакция – 22%, увеличение груди – 11,7% и пластика век – 9%. Ну, я могу сказать, что за этот год, в настоящий момент, у нас выполнило 800 операций, вот буквально как бы вот… Не за год, а вот за ноябрь мы подвели итог. То есть еще у нас декабрь. 800? 800 операций по пласти. 800 операций за ноябрь? Нет, за год на ноябрь. На ноябрь. Не, не пугайтесь. В среднем у нас в месяц делается от 60 до 85 операций. То есть вот на ноябре было 85 операций или 86. То есть, грубо говоря, 3 операции в день? Ну, грубо, если на 7 дней, наверное, да. Вот, то есть, ну, из вот приведенного, я бы сказала, что у нас немножко другая динамика. Какая? Другое процентное соотношение операций, то есть более востребовано. Самое парадоксальное, что они, не знаю даже с чем связаны, с сезоном или с какими-то другими параметрами, но бывает так, что мы занимаемся очень много времени, уделяем, например, только блефоропластике. То есть поменялся. У нас очень стало много обдоминопластик, но у нас нет такого процента ринопластик. Я пока не могу сказать, с чем это связано. Может быть, недостаточно рекламного продукта. Все, что мы не в Армении живем, я думаю, у нас носами в Башкирии все хорошо, все не так плохо. Может быть, у нас носы действительно какие-то неплохие в целом в Башкирии. Но у нас как бы ринопластика не занимает. И липосакция, она не только, я не знаю, почему приводится эта статистика здесь, в частности. Эта статистика была актуальна в 2002-2003 году, когда липосакция стояла в мире на первом месте, когда ее только-только ввели, и она была одной из самых популярнейших операций. На настоящий момент липосакция, наверное, у нас занимает шестое-седьмое место, на самом деле. То есть она не играет. Сейчас, скорее всего, больше внимания идет ли по филингу, ли по графтингу, ли по филингу, ли по скульптуре. Вот сейчас новое веяние времени – это вот эта вот тема. Пластика груди – вопрос, интересующий. 99% женщин. Как часто вы делаете груди? В среднем у нас по показателям того года у нас выполнено, буквально сегодня мы это разбирали, выполнено было 140 операций по увеличению груди. Есть динамика роста данной процедуры? Вот я могу просто ближайшие годы, да, до этого она отмечалась, был постоянный рост, но так как мы живем в мире, где все совсем связано, в этом году все-таки тенденция по оперативным обращениям немножко снизилась. Наверное, это все-таки… Наверное, вы все сделали и… Нет, я думаю, что некоторые экономические вопросы все-таки присутствуют в этом. То есть это дорогая операция? Это немножко связано с кризисом, который все-таки у нас есть. Ой, Женечка, сегодняшняя передача для меня просто какой-то подарок, потому что с Натальей Юрьевной меня связывает столько воспоминаний. Ой, можно поподробнее давайте-ка. Ну, как бы да, я не боюсь говорить о том, что я сделала и пластику круговую, я сделала и блефаропластику. Я пережила и несколько липосакций в руках этого бесподобнейшего хирурга, талантнейшего, умнейшего. Я знакома с ней более 10 лет. Мы не виделись последние 5 лет, поэтому сегодняшняя передача на самом деле для меня просто откровение и неожиданность. Ищу тебя. Мы познакомились, когда Наталья Юрьевна еще работала у нас в республиканской больнице. И вы не поверите, еще тогда, 10 лет назад, к ней прилетали из Финляндии. Да, к ней прилетали из Финляндии. Лично при мне у нее финн делал, мужчина делал операцию на лицо. Так что позвольте мне вот высказать просто благодарность и поаплодировать. Поговорим. К чему я, это мой такой хвалебный гимн, это просто крик души, поверьте. Девочки, не бойтесь делать пластику, не бойтесь привносить красоту в себя, потому что у нас действительно в нашей Уфе есть великолепнейшие специалисты, которым не страшно доверять свое единственное и любимое. Дорогие друзья, скажите, кто из вас хотел бы сделать пластику? А вот за кулисами до начала программы рук было больше. Хочу грудь себе сделать, но не решаясь пока, потому что хочу второго ребеночка. Говорят, что вроде как не стоит пока. Ну, начнем с того, что я сама мама, у меня две дочери, поэтому к вам, к девочкам я отношусь с особым таким пристрастием всегда. И когда я слышу, что вы хотите еще кого-то завести, я вас все-таки отговариваю подождать. Это вот, ну, это моя концепция, ребят. Это не значит, что так делают все, и это обязательное условие. Но вот в моих этих будет, я буду вас отговаривать, да. Все-таки вы советуете... Я советую... Действительно, в современном коммерческом мире можно встретить врача, который отговаривает сделать пластическую операцию. То есть вы не советуете женщинам делать пластику груди до того, как она родила всех детей или как? Когда у нее конкретно есть планы, конечно, она знает, что она это будет делать. Я все-таки пытаюсь ее отговорить и сделать сначала основное свое дело выполнить, а потом уже к нам приходить. Если планов нет, мы когда беседуем, в принципе, да, есть такие моменты, когда говорят, да, вот я еще 5-6-7 лет не буду этим заниматься точно. Ну и, в принципе, понятно, у человека есть какие-то свои проблемы чисто по работе, он хочет какие-то проблемы семейные, но не будет он этого делать. Он действительно об этом... Тогда, наверное, я соглашаюсь, если там есть показания к этому. По статистике вообще мировой беременеть можно через год после пластики. Вы знаете, у меня вот масса знакомых, которые вот просто мечтают сделать как раз операцию по увеличению груди, но всех почему-то вот девушек пугает ценовой вопрос. Они, то есть даже уже, как сказать, эту мечту, можно сказать, где-то похоронили, потому что считают, это очень долго. Вы бы не могли вот там сказать... Долго или дорого? Дорого. Вы бы не могли озвучить примерной ценовой вот категории по увеличению груди, потому что у вас клиника высокого уровня, и вот хотелось бы... Сколько стоит сегодня сделать грудь? Вопрос стоит из того, что операция складывается из некоторых моментов. Вот сама операция просто сделать в грудь стоит 42 тысячи. Но так как она делается под наркозом, и вы пребываете в госпитале, цена операции в пределах 70 тысяч в итоге получается. Просто импланты, да, добавляется стоимость имплантов. И самые дорогие импланты, которыми мы как бы работаем, они в пределах 75 тысяч. Вы знаете, меня сейчас удивляет, конечно же, вопрос из зала. Значит, стоимость операции, я уже закончу, она в принципе сейчас конкретная, если это просто увеличение без каких-либо дополнительных операций на молочной железе, она 146 тысяч стоит. Если мы туда добавляем подтяжку в груди, какое-нибудь уменьшение с протезированием, ну какие-то дополнительные, еще одну операцию, то, конечно, стоимость будет 170. Порядок цен в Москве от 150 до 300 и 600 тысяч. Вы знаете, меня сейчас удивляют вопросы зала. Мои многие подруги, прозвучало, хотят сделать и спрашивают. То есть ждали этой передачи, чтобы прийти к врачу и спросить о цене? Ну, можно позвонить, уточнить цену. Если я так хочу сделать, я узнаю все об этой процедуре. Нет, то есть это вот как-то не в приоритете так тоже. Значит, человек пока не хочет сделать. Это, наверное, около миллиона, вот такие, то есть разговоры, это, наверное, слишком дорого. Я это не посидую. То есть я не уверена, сколько они в себе. Кто, кто такие дремучие подруги у вас? Какие-то непонятные домыслы, настолько открытая информация. Мне кажется, у меня же ребенок знает, что, где, сколько стоит, а? Нет, кстати, Евгения, это очень много вот, они решаются на эту операцию, потому что думаю... Я называю это человеческой глупостью и какой-то безответственностью к своему здоровью, к своей внешности. Когда ты хочешь чего-то вроде как бы сделать, не знаешь цену. Ну, давайте посмотрим грудь и сразу проконсультируем, какой, какой доступ. Партнеры ток-шоу «Супермама», клинический госпиталь «Мать и дитя», семейный клуб «Любящие сердца», стоматологическая клиника «Армдент», wellness-центр «Слимклаб», «Армдент», «Мать и дитя», «Мать и дитя»